Ну что, дорогие мои, всем привет! Сегодня мы с вами едим шоколадный торт, плюс такое вот пирожное, плюс чай, плюс чизкейк. Вы знаете, у этого видео нет какой-то конкретной темы, просто хотела с вами поговорить, посидеть, попить чайку. Поэтому давайте начинать. Сегодня у нас Милка. Я ее, как всегда, растопила. Это мой лайфхак. Давайте ее откроем. Прямо на подсвет ногтей. Хочу аккуратненько открыть. Это невозможно! Так, стойте-ка. Возможно. Милку открываю. Вы только на это посмотрите. Класс, да? Какая вот вкуснятина. Давайте попробуем сразу. Не буду тянуть. Вкусно. Честно, соскучилась. Сегодня такое неспешное видео. Знаете, я бываю разная. Иногда я суперобщительная, открытая. Иногда люблю погрустить. Иногда я спокойная. Сегодня, честно вам скажу, такое настроение. Спокойная, никуда не хочется бежать. Я, знаете, некоторые мои видео очень сумбурные. Я рассказываю, сама себе перебиваю. Это не такое. Просто хочется посидеть и попить чеку. Как ваши дела? Что нового в жизни происходит? Конкретно я... Все, давайте попробуем торт. Ой, расскажу. Блин. Слушайте, это, по-моему, песочное тесто, что ли? Я думала, он шоколадный. Упс. Ладно, пробуем. Ребят. Песочный. С сливочным кремом. Сегодня у меня был первый раз сеанс с психологом. Если честно, вы знаете, в моменте прям я там чуть не расплакалась, сдержалась. Не знаю, я вот... Не знаю, как вы, но я не люблю плакать на людях. У меня это не... Ну, как бы я чувствую себя, знаете, уязвимой очень. Поэтому... Там я не заплакала, да, естественно, но... Временами прям было сильно. Вообще... Если есть такая возможность у вас... А, в принципе, сейчас вроде как есть и бесплатные линии, куда можно позвонить за психологической помощью. Если есть какие-то сложные моменты. То, что вам плохо. Может быть... Может быть, какие-то старые обиды гложет до сих пор. И некому выговориться вот это как такой вариант. У нас была консультация онлайн. Не знаю, знаете, мне немножко не понравилось то, что когда мы закончили консультацию, мне не предложили, а вторую встречу. Это немножко меня расстроило. Но... Может быть, я сама через время ей напишу. И мы встретимся еще. Вот. Но мне понравилось. Знаете, в чем плюс? Допустим, когда ты разговариваешь с друзьями, со знакомыми, все-таки каждый хочет тебе дать совет, как-то ценить твое поведение или ситуацию. Тут же все немножко наоборот. То есть, тебя просто слушают. Никак не оценивают. А наоборот, знаете, ну, как-то с пониманием и... Ну, знаете, типа с жалостью относится к твоей ситуации там без насмешек, без всего. Мне это понравилось. Мне это понравилось, что можно так высказаться и... ну, получить не обратную связь, но просто какую-то поддержку. Вот. Поэтому, если есть возможность у вас, есть внутренний запрос, обязательно сходите хотя бы на один сеанс. Даже можно онлайн. Сейчас же есть всякие вот эти сервисы по психологической помощи. Вот. Поэтому у меня теперь... Знаете, не мечта, а такое желание, может быть, лично сходить. Ну, хотя, вот, тоже мы с ней разговаривали, и она... Ну, да, какие-то такие советы. Типа, как можно, там, справиться, да, с определенной ситуацией. Конкретно я там говорила про, там, ну, чувство грусти, депрессию. Мы разбирали. И там, ну, предложил там артерапию. Ну, как бы, блин. Ну, вы поняли, да? Но, как бы, это я и сама могу. Тут, скорее, конкретно вот в моем ситуации, в моем случае просто выговорится. Смотрите. Это профитроль. В милке. Вау. Ой. Знаете, очень часто, когда монтирую видео, смотрю, а у меня там рот грязный. Скажу прямо, не очень эстетично. Всегда мне это бесит, но уже на монтаже ничего не сделаешь. Вроде бы чистый, да, сейчас? Вот. Интересно, мы с ней поговорили, короче. Всем рекомендуем. Что еще из нового, да, произошло у меня? В своем телеграмме я уже писала по поводу собаки. Короче, собака такая тема, что похоже, это реально у него там, ну, заболевание, некоторое, которое исправляется операционно. Но, честно вам скажу, мне так не хочется ее делать ему. Просто вроде бы, тогда вот я заметила изменения, сейчас смотрю, вроде бы этого нет. Может и не надо делать, блин. Короче, ребят, кто сталкивался с грыженной у собакой, напишите мне, мне нужна ваша консультация. Вроде бы, ну, как бы, знаете, когда я это заметила, там прям конкретно, ну, было видно, что что-то есть. Сейчас я пытаюсь это найти, этого нет. Этого образования. Ну, блин, короче, не знаю. Мы, как бы, записаны на четверг на этой неделе на операцию, но, если честно, я хочу немножко повременить. Потому что он абсолютно такой же активный, как раньше. Вообще ничего не изменилось. Вот, поэтому буду, короче, смотреть. Смотрите, что еще у нас есть. Это такая, типа, ватрушка, я не знаю, какое-то такое пирожное с ягодами. Я думаю, что оно вкусное. Знаете, похоже. такое, слоеное тесто с фруктами. Тут у меня был фейл. Так скажем. Записала я видео. Видео. И кто звонит? Звонит подружка. Хочет заехать в гости. Ну, ладно. Вот. Потом перезвоню после видео. Короче, о чем я говорила? Видите, как, блин, звук не выключило, что-то сбилось. А, фейл. Так вот, снимала я видео буквально позавчера. Я купила, реально, много кое-чего. Тоже рассказывала в телеге. Заходите. Сняла. И поняла, что я не хочу это выкладывать. У меня в момент съемок начался очень сильный приступ аллергии. То есть, у меня полностью заложил нос. Ну, и все. Я ничего не могла сделать. Решила, что не буду выкладывать. Ну, просто потому, что сниму нормально и выложу. Блин, посмотрите. Обалденно. Но, скажу вам честно, мне по вкусу ближе нутелла. Почему? Потому что как будто бы Милка более маслянистая, что ли. Там как будто больше масла. Нутелла не было. не знаю, как-то этот год начался не прямо что обалденно. Вот эта проблема, знаете, с собакой, плюс мы же ездили, хотели покататься, а покататься не удалось. Вот. На выходных просто, знаете, ее было реально разбито. Ну, вот как-то хрен его знает почему. Ну, вот так. Ребят, и поэтому как бы рассказываю, просто делюсь, что происходит. Чтобы вы были в курсе. Я думаю, сейчас многие, да, так какие-то проблемы, которые нужно решить, которые не совсем решаемы. чеснок хорошие. Также хочу сказать большое спасибо всем тем, кто пишет теплые комментарии. Ребят, честно, каждый комментарий читаю. Я, вы знаете, из тех, кто читает комментарии и отвечает на каждый. недавно тоже была ситуация. Плюс еще в этом году у меня какая-то стадия разочарования в блогерах. Терегия уже об этом рассказывала, типа у меня есть девочка, на которую подписано. Слежу за ней, она иллюстратор. Вот. Кстати, ребята, я окончила курс по дизайну. Если интересно, могу снять отдельное видео и рассказать. Проходила я обучение на Яндекс Практикуме. Поэтому, кто задумывается, может, кому-то актуально, пишите и сниму, если будет запрос. Короче, подписан я на блогера, на иллюстратора. И, ну, у девочки, знаете, не сказать, что супер много подписчиков, ну, как бы, нормальное количество. Порядка 25 тысяч. Но, так как у нее, видимо, ну, как бы, это реальные люди, то есть, это не накрутка, ничего. Она продает курсы, и курсы ее хорошо покупают. Вот. По иллюстрации. И вот, на днях, буквально в этом году она купила себе машину. Ну, как бы, офигенно, купила, купила. Но, тут она выкладывает сторис. Типа, она едет в машине, и какая-то девушка переходит дорогу, там, женщина. Я просто, ну, как бы, блогера этого не видела, никогда в таком амплуа она просто берет, и на эту женщину, которая переходит дорогу, начинает говорить в таком духе, типа, что-то здесь расходилось, это проезжая часть, тетя, уйди с дороги, ну, и вы поняли, да? Начинает вот в этом, ну, как бы, и это все она транслирует у себя на страничке, в профиле, и как-то я, ну, как бы, нереально, знаете, опешила, потому что она всегда такая, типа, добрая, открытая, а тут наберет и просто прохожего, типа, обкладывает то, что та там медленно переходит дорогу, хотя, ну, как бы, пешеход идет, она там идет на улице, сейчас плохая погода, сейчас гололед много где, и, типа, она там ее подгоняет, сидя в машине, ну, короче, в теплой машине, подгоняет эту бедную женщину, которая переходит дорогу, ну, в таком, знаете, стиле, типа, ой, да куда ты пошла, ну, вот так, мне настолько это стало неприятно, что я даже чуть от нее не отписалась, потому что, ну, типа, так нельзя относиться к людям, даже если это, там, не знаю, женщина, человек без определенного места жительства, вот так вот, типа, ну, как бы, поняли, да, пошла, все-таки это неправильно, но я думаю, может быть, короче, я чуть не отписалась, потом думала, мало ли, мало ли, ну, я просто затмила голову, что, типа, у меня машина, я такую очень люблю, и какое-то замечаю подобное в людях, меня прям, ну, отворачивает, вот, и, и вот, еще один блогер, тоже, заходите в телегу, смотрите кружочки, короче, есть один блогер, которого я смотрю 500 тысяч лет, я просто его обожаю, и, я увидела, знаете, там, ну, бывают в ютубе эти видео, которые, ну, не провокационные, а которые, как называется, ну, короче, о нем всякие плохие вещи, ну, там настолько плохие вещи, о нем были сказаны, что я просто, я вот ходила, буквально там перед Новым годом, все это узнала, обдумывала, и вот, соотносясь с тем контентом, который он делает сейчас, в такой достаточно очень жесткой манере, возвышенной, ну, я думаю, что, скорее всего, так, ну, частично это правда, ну, и, к сожалению, вот еще минус один блогер, которого я смотрела, но, знаете, когда смотришь блогера, не знаю, как у вас, у меня это прям как, ну, как друг, наверняка, если вы там меня смотрите, смотрите там давно, вы уже ко мне привыкли, и воспринимаете меня как, ну, типа, хорошую знакомую, да, ну, как бы я, у нас есть мэч какой-то, вы меня понимаете, поэтому вы меня смотрите, и как будто бы мы знакомы, и вот, если вдруг я там завтра беру, и говорю там, всякие плохие вещи, там, вас посылаю куда, куда-нибудь, конечно же, вам будет это неприятно, и вы как бы, ну, наша психка так, мне кажется, устроена, что мы воспринимаем блогеров, как друзей, типа, как знакомых, вот, и я, к сожалению, вот, лишилась, такого, как бы, хорошего друга в интернете, который меня даже не знал, естественно, вот, но мне нравились его видео, и сейчас я понимаю, что я не могу смотреть, в связи с той информацией, которую я узнала, плюс, я как бы, ну, хотела бы, чтобы это было ложь, но я вижу, какие сейчас видео выходят, и, ну, какие злые видео, и что, скорее всего, это правда, жалко, знаете, жалко разочаровываться в людях, но, видимо, чтобы не разочаровываться, не надо в людях сильно очаровываться, поэтому не делайте себе кумиров, все непростые люди, кто-то непростой, кто-то простой, со своими, какими-то загонами, и так далее, с которыми не факт, когда вы узнаете, да, человека побольше, не факт, что вы сможете, не знаю, с ним жить, жить, дружить, общаться, вот, такой 23-й год, плюс еще, ну, конкретно для меня, реально, очень тяжело, жить в таком московском климате, в сером, абсолютно все серое, и, знаете, вот, девчонки, мальчики, кто живет, не знаю, где-нибудь, на севере, в центральной части России, географически центральной части, наверное, как бы у вас там, не знаю, минус может быть 20, но при этом холодно, но там солнышко, светит и сухо, а у нас же сейчас погода, типа, плюс-минус два, все очень-очень серое, ну, короче, вы поняли, да, типа, все цвета какого-то грязного асфальта, поэтому, даже вот так вот порадоваться, походить, погулять по парку, возможности не предоставляется, ну, как бы это все мелочи жизни, на самом деле, думаю, что все устаканится, разберусь я с собакой, найду новых блогеров, которых буду с удовольствием смотреть, знаете, я люблю таких блогеров, типа, лайфстайл, мукбанги, распаковки, у меня вот есть блогер, который я реально смотрю, и мне нравится, это Даша Граф, ну, потому что она такая, знаете, чудная, веселая, вот, из остальных, из русских, честно, даже вот, трудно кого-то назвать, поэтому покидайте, ну, реально прикольных блогеров, на ютубе, если такие есть, также хочу вас попросить подписаться на все мои соцсети, все под видео, есть все ссылки, подписывайтесь, будем с вами на связи, ну, потому что реально, не знаю, я не знаю, чего ожидать, ребят, я обожаю ютуб, мне очень нравится ютуб, как площадка, поэтому, не хотелось бы терять вас, не хотелось бы самой теряться, вот, поэтому подписывайтесь, будем на связи, всех целую, люблю, пока!